Вы вышли на замену уже на 12-й минуте. Что произошло и были ли вы готовы к такому повороту событий? Я начал разминаться, как только Ника упал. Он, кажется, получил удар в голову или что-то в этом роде. Он сделал знак в сторону скамейки и мистер отправил меня разминаться. Затем он продолжил играть, но все-таки чувствовал себя не очень хорошо и мне пришлось его заменить. Я вышел на поле, но мы как профессионалы должны быть готовы к любому повороту событий. Я надеюсь, что у Ника все будет в порядке, надеюсь, что он быстро восстановится. Ну а самое главное, что мы победили и стали еще ближе к нашей цели. Если мы посмотрим на табло, то мы увидим счет 3-0, но на самом деле работы для центральных защитников сегодня было достаточно? Ну, во-первых, это была типичная игра с длинными передачами и забросами. Нас об этом тренер предупредил еще на утренней тренировке. Тренер объяснял нам, как будет играть Ростов, и в целом мы были готовы к их манере игры. Иногда им удавалось что-то создавать, но мне кажется, что эти моменты были не такими уж опасными. Поэтому мы не пропустили ни одного гола, и я доволен этим результатом. Еще в первом тайме было ощущение, что агрессия на поле начинает зашкаливать. Иногда казалось, что матч может закончиться дракой. Я думаю, мы команда очень опытная, и у себя дома чувствуем себя хозяевами поля. Мы воспринимаем Петровский как свой собственный дом, и мы считаем, что ни одна команда не должна брать очки здесь. Ну, а когда идет борьба за очки, конечно, на поле возникают всякие разные ситуации, это нормально. Все волнуются, эмоции зашкаливают, ну, а мы делаем все для того, чтобы защитить свою команду и игроков своей команды. В начале второго тайма было ощущение, что зенитовцы вышли на поле несколько расслабленными. Все-таки счет был 2-0. Действительно ли было некоторое ощущение успокоенности? У нас было ощущение, что если мы продолжим давить, то можем забить еще один гол. Но при этом мы хотели контролировать игру. 2-0 – неплохой результат, и с учетом того, что мы играли дома, было ощущение, что игра в наших руках. Думаю, так казалось не только мне, но и другим игрокам нашей команды. Мы держали мяч, старались не давать Ростову никаких шансов. Ну, а затем третий гол Рандона уже все решил. Я думаю, что стоит поздравить всех с этой победой. Нам остаются три игры, и я надеюсь, что уже на следующей неделе мы сможем стать чемпионами.